Всем привет! 2020 год, чего там греха таить, оказался, мягко говоря, нелегким, и кроме всех прочих испытаний, выпавших на наши с вами головы, в 2020 ушли из жизни просто потрясающие актеры и актрисы. Настоящие легенды, имена которых навсегда останутся в памяти людей. Кто-то прожив 100 с лишним лет мирно в своей постели, кто-то совершенно неожиданно и так стремительно, что поклонники до сих пор не могут прийти в себя. В общем, как вы и просили, сегодня мы вспоминаем ушедших в этом году звезд кино, отдавая им дань последнего уважения, которую они явно заслужили. Ну а начнем мы, пожалуй, с одной из самых сложных и драматических потерь этого года, я сейчас, конечно же, о Чедвике Боузмане. 28 августа стало черным днем для всех любителей Марвел и поклонников прекрасного актера и мужественного человека Чедвика. Исполнитель роли Черной Пантеры скончался в возрасте 43 лет от рака толстой кишки, с которым актер втайне от всех боролся, начиная с 2016 года. Произошедшее стало настоящим шоком для миллионов людей по всему миру, в первую очередь потому, что о болезни Чедвика никто ничего не знал. Хотя ранее зрители и заметили с волнением чрезвычайную потерю веса этого актера, но тогда хотелось думать, что это всего лишь изменение для роли. К сожалению, оказалось, что это не так, а вот что заявили родные актера сразу после его кончины. С неизменным горем мы подтверждаем кончину Чедвика Боузмана. В 2016 году у Чедвика был диагностирован рак толстой кишки третьей стадии, и он боролся с ним последних 4 года, пока тот не перешел в стадию номер 4. Настоящий боец Чедвик выдержал все это и принес нам множество фильмов, которые вы так полюбили. От Маршалла до The Five Bloods, Черное Дно, Августа Уилсона и многих других. Все это было снято во время бесчисленных операций и химии, а также между ними. Для его карьеры было честью оживить короля Тичалу в Черной Пантере. Он ушел в своем доме в окружении семьи и жены. Семья благодарит вас за вашу любовь и молитвы, и просит вас продолжать уважать их частную жизнь в это трудное время. В общем, конечно, как для родных и близких Чедвика, так и для поклонников актера, зрителей и коллег из Marvel, случившееся стало громадным потрясением. Актеры из MCU отреагировали на произошедшее очень трогательными сообщениями. Но огромная машина кинопроизводства, как оказалось, не может быть просто так остановлена. Поэтому спустя небольшое время выяснилось, что в Disney для персонажа Боузмана уже успели найти замену. Ею стала экранная сестра Тичалы Шури или актриса Летиция Райт. Сам же Чедвик Боузман навсегда запомнится своей скромностью, интеллигентностью и прекрасной актерской игрой. Но, увы, Боузман оказался далеко не единственным, кого отобрал у нас 2020 год. В этом же году скончался и всеми любимый Бильбо Бэггинс из трилогии «Властелина колец» Ян Холм. Актер дожил до 88 лет и ушел из жизни этим летом в окружении своих родных. Агент Яна Холма сказал после изданию Guardian следующее. «Обаятельный, добрый и невероятно талантливый, мы будем очень по нему скучать». Британский актер Ян Холм начал свою карьеру с лондонского театра еще в 60-е годы, после чего попал на Бродвей, а еще позже ушел со сцены по личным причинам. Далее на счету этого актера было довольно много ролей в кино, премия Бафта, и все же большинство из них современный зритель, увы, уже не знает, ну разве что кроме довольно яркого участия в пятом элементе. Да-да, падра это как раз Ян Холм. Ну и конечно роли, сделавшие актера по-настоящему известным во всех уголках нашей планеты. И навсегда отпечатавшие его лицо в культурном коде целых поколений. Это разумеется Бильбо из «Властелина колец». Причем, как вспоминал ранее сам Ян, он поначалу не слишком горел желанием браться за данный фильм. Ходить где-то там босиком, да еще и с приклеенными волосатыми ступнями, казалось маститому актеру ниже его достоинства. Но потом он, к счастью для себя и для нас, решил, черт возьми, почему бы и нет, и обрел свое личное бессмертие. Что же, ну и раз мы уже пошли по старой легендарной гвардии, нельзя сейчас не вспомнить имени еще одного ветерана кино Макса фон Судова. На счету этого актера множество ролей, ну а современный зритель, наверное, лучше всего помнит Судова по его участию в «Игре престолов» в образе трехглазого ворона, наставника Брана. Макс фон Судов скончался 8 марта 2020 года в возрасте 90 лет, о чем сообщила его жена. Нужно отметить, что легендарный актер был первым и единственным пока что шведом номинантом на премию «Оскар» в категории «Лучший актер». Кроме того, в своей огромной фильмографии, как в Европе, так и в Голливуде, у Макса было множество ролей и даже роль Иисуса Христа, после которой, как признался сам актер, он отходил еще целых полгода. Ну а вместе с трехглазым вороном из «Игры престолов» не стало в этом году и королевы шипов из все того же сериала или в миру актрисы Даяны Рик. Опять-таки, современный зритель помнит ее во многом благодаря харизматичному исполнению роли Олены Тирелл, но на самом деле Даяна успела сыграть множество заметных персонажей и даже стала девушкой Джеймса Бонда. Да-да, так что у актрисы была очень яркая биография, и как сказала ее дочь, Даяна Рик провела последние месяцы, радостно размышляя о своей необыкновенной жизни, полной любви, смеха и глубокой гордости за свою профессию. И раз мы уже затронули тему Джеймса Бонда, то, конечно же, нельзя не сказать о еще одной утрате этого года легендарном Шоне Коннери. Актер скончался 31 октября 2020 года в своей постели, в доме на Багамах, в окружении семьи, а его роль в мировом кино сложно переоценить. Да, конечно, Шон Коннери ворвался в мировой кинематограф именно благодаря роли агента 007 в Бондиане. Актер впервые сыграл подданного Ее Величества еще в далеком 1962 году, это 58 лет назад, и с того времени примерил на себя данный образ 6 раз, пока не закончил сниматься в саге спустя 9 лет в 1971. Правда, после этого у Шона Коннери было еще немало легендарных ролей, да и чего там греха-то идти, именно он так навсегда и остался иконой Бондианы, и пока что никто из актеров так и не смог лучше вжиться в роль агента 007. К тому же признанный актер был лауреатом премии «Оскар», «Золотой глобус» и «Бафта», а еще оказалось, что сэр Шон Коннери сознательно отказывался от целого ряда суперзнаковых проектов. Например, роли архитектора в «Матрице» или «Гендальфа» во «Властелине колец». Да, прежде чем обратиться к другому сэру Иену Маккеллену, авторы фильма предлагали роль серого мага именно Шону Коннери, но тот на тот момент уже отказывался от настолько затяжных и сложных проектов во второй половине своей карьеры. И тем не менее, даже с учетом того, что Коннери игнорировал множество очень важных предложений, его звезда была и остается одной из самых ярких во второй половине 20 века. Не зря же коллега по цеху сэра Шона, Пирс Броснан, также примеривший на себя роль агента 007, сказал, сэра Шона Коннери будут помнить, как Бонда и многое другое. Он опередил эпоху и стиль, остроумие и очарование, которое он изображал на экране, можно измерить в мегаваттах. Он помог создать современный блокбастер, где бы он ни был сейчас, я надеюсь, что там есть поле для гольфа. Что ж, пожалуй, лучше и не скажешь, но даже Шон Коннери, совсем грандиозным масштабом его личности, не может похвастаться такой невероятной биографией, как еще одна ушедшая легенда этого 2020 года, Оливия де Ховиленд. И может быть, сейчас вы не до конца понимаете, что это за милая старушка, но вот эти кадры освежат вашу память. Да, так оно и есть. 104-летняя Оливия – это та самая Мелани Уилкс в легендарном фильме «Унесенный ветром», за которую была номинирована на премию «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана. Кстати говоря, на счету актрисы имеется еще одна подобная статуэтка от Киноакадемии. А родилась она, вы только вдумайтесь, в 1916 году в Токио, И после, уже в 30-е и 40-е годы 20 века, это была одна из самых популярных и востребованных голливудских актрис. Ведь это уму непостижимо, что звезда, дожившая, кстати, в полном уме и неплохом здравии до 2020 года, снималась в «Унесенных ветром», вышедших еще в 1939-м. Нужно отметить, кстати, что Оливия де Ховиленд была последней живоучастницей этого легендарного фильма, и, наверное, последней актрисой, дожившей до наших дней, которая блистала в так называемый «золотой век кино». То есть не будет преувеличением сказать, что Оливия являла собой настоящую легенду и целую эпоху, которая, увы, ушла вместе с ней. Да и что там рассуждать, когда лучше любых слов за себя может сказать фильмография знаменитой актрисы, начинающейся с 1935 года и фильма «Сон в летнюю ночь». То есть это к 85 лет назад, это впечатляет, согласитесь. Кстати говоря, в этом же году не стало и последнего актера из все той же «Золотой эры Голливуда» ровесника Оливия де Ховиленд, который также дожил до 104 лет, отца Майкла Дугласа и, кстати, выходца из белорусской семьи Кирка Дугласа. Конечно, мы уже не особо знаем его ролей, зато в свою «Золотую эпоху» это был просто звездный актер, вырастивший не менее звездного сына. Ну и, пожалуй, последняя в нашем списке актрис – это Келли Престон, которая была одной из самых подающих надежды американских молодых актрис 90-х годов. Правда, таки не сумев поднять свою карьеру на некий супер-высокий уровень, Кэти запомнилась многим как супруга Джона Траволты. Собственно, именно он сообщил о ее кончине 12 июля 2020 года, написав, «Она провела мужественный бой с любовью и поддержкой многих, любовь и жизнь к Келли навсегда останутся в памяти». Что ж, конечно, печально, что от нас уходит целая эпоха, но тут ничего не поделаешь, таков порядок вещей. Ладно, сегодняшнее видео, думаю, хороший повод вспомнить славные имена или посмотреть забытый, старый, добрый фильм и окунуться в прошлое. А на сегодня это все, желаю вам и вашим близким здоровья и долгих лет жизни. Берегите себя!